Привет! Поскольку трэпа с трещотками на канале стало слишком много, я решил окунуться в более атмосферный трэп, и это вольная вариация на тему масла черного тмина. И капельку, капельку, совсем капельку, white punk'а. В этом видео мы будем сэмплировать. Надеюсь, что вы знаете, что такое dark jazz. Если не знаете, то краткое определение. Если для вас музыка фараона или тентасьона это депрессивная музыка, то вы точно не слышали dark jazz. Давайте послушаем сэмпл, который я взял. Называется он вот так. Вы можете его найти сами, либо можете набрать 2000 лайков под этим видео, и тогда проект со всеми сэмплами, со всеми партиями, которые мы сегодня сделаем, окажется в моем паблике ВКонтакте, ссылка на который будет в описании. Темп, кстати, у нас 92 удара в минуту. Сразу перебросим этот сэмпл в наш. Нужно его подогнать под наш темп. Нужно сделать вот так. Чувствуете, да? Чувствуете? Уже атмосферно. Но нам нужно сделать его авто сначала, чтобы подобрать под нее бас. Возьмем вот этот фрагмент. Вот это сразу удаляем. Нам понадобится вот этот фрагмент. И вот этот фрагмент. Потом делим этот фрагмент на две части, сокращаем в два раза. Делаем вот так. Вот так вот. Вот. Только я думаю, что этот фрагмент лучше сюда поставить. А вот этот вот сюда. И вот получился весь наш сэмпл. Он будет играть все время. С мелодией мы разобрались. Теперь самое интересное. Это наши open-hat. Живые open-hat звучат они таким образом. То есть мы сделаем партию, которая будет очень похожа на живую. За счет того, что у нас будут разные сэмплы. И выколдуем над ними. Так, вот по 10% наверное влево и вправо. Эти первые два open-hat. А вот этот будет нашим основным. Он будет лупить по центру. Давайте еще настроим вот так вот. Вот так вот. Все на минимум, кроме холда. И релиз немножко оставляем, чтобы вот этот хвостик остался. Без релиза вот так. А с релизом. И этот маленький хвостик в том числе добавит жизни нашей композиции. Этот будет наш основным. С него и начнем. Первый звук будет длинным. Это будет наш пока что основной хэд. Давайте пропишем второй. Дублируем это на вторую половину. И получается все остальные островки будет занимать наш третий хай-хет. Звучит вот это. Уже гораздо живее, чем если бы было вот так просто. Теперь нам нужно их еще оживить и очеловечить. Для этого я сделаю довольно странную штуку. Но смотрите. Вот я все перенес в одну меди-партию. Для чего? Чтобы одним Alt-Q, то есть одним квантайзом, все это вместе обработать. Та партия, которая на нотке D, она же R, это вот эта партия с этого хэда. Средняя партия, соответственно, с C-шарп, она же до диез. Со второго хэда, ну и которая на C, с этого хэда. Теперь жмем Alt-Q и выбираем здесь вот в грубах, выбираем Push-Pull Heavy. То есть процентов на 40, это окей, Accept. Теперь жмем снова Alt-Q, но теперь мы Start Time не трогаем. Теперь нам нужно настроить Levels. В Levels выберем Hip-Hop 2. Оставим Hip-Hop 2, жмем Accept. И теперь жмем Alt-X. Offset в минус 50 и мальтиплей опустим до 150. Это нужно для того, чтобы увеличить разницу между самым тихим и самым громким звуком. Берем всю эту партию и обратно раскидываем по нашим хэтам. И получаем. Давайте перейдем к следующему. Пропишем ударный. Начнем как обычно. Только на этот раз партия снейра будет отличаться от той, которую я пишу обычно. Мы не будем использовать третий удар по снейру. Потому что сбивки в треках масла черного тмина это обычное дело, как я понял. Если я ошибаюсь, то вы можете написать. Кстати говоря, вы как обычно в конце сможете написать, похоже у меня получилось или нет. Что-то мне подсказывает, что получится довольно-таки похоже. Потому что звучание в итоге будет супер атмосферным. Если вы в это не верите, то досмотрите и убедитесь в этом лично. Теперь кик. Теперь хай-хэт. Теперь остался open-head, для которого настройка, как обычно. То есть все на минимум, кроме hold. Тут у нас будет после снейра сразу. Отлично. Мне нравится. И теперь вот этот хэт. Вот так вот. И просто control-лубо теперь. То есть у него будет медленная партия. В общем-то все ударные мы прописали. Теперь осталось самое интересное. 808 бас. Именно для этого мы оставляли оригинальную тональность мелодии, чтобы прописать басец. Для этого идем в бас. Идем на порог там выше. Отлично. Вот так вот выглядят нотки нашего баса. Берем это все. Control-X. Идем в сэмплер. Копируем. И перебрасываем на несколько октав вниз, чтобы мы могли по ним ориентироваться. Может даже еще на октаву вниз. И просто прописываем партию баса. Какую-нибудь интересную-интересную партию баса. Так вот. Ага, так лучше. То есть мы подняли слайд на октаву выше. И получается вот этот короткий промежуток времени отыгрывает на одну октаву выше, чем вот эта нотка, которая начинается вместе с киком. А здесь получается эту нотку делаем слайдом. И вот эту нотку делаем слайдом. А это убавляем, чтобы получить... Теперь нам нужно вырезать из сэмпла низкие частоты, чтобы убедиться, что у нас все ок. И еще давайте сразу опустим все это на 400 центов вниз. И соответственно и бас скинем тоже на 4 полутона вниз. Переходим в бас. И раз, два, три, четыре. А еще давайте, знаете как сделаем? Вот это все клонируем. И вот здесь... Что было пью! Вместе с первым снэром. Вот так круто, по-моему, звучит. Теперь, в общем, делаем то, ради чего мы все сегодня собрались. Нам нужно взять вот эти сэмплы и раскидать их на Split by Channel. И сделать такую штуку, как я понял, White Punk сделал примерно так, когда писал этот биток. Ускоряемся до 140 ударов в минуту, делаем Quick Rendered Audio. И так проделываем для каждого паттерна. Кроме хай-хетов, с ними я еще хочу кое-что сделать. Я хочу нажать Alt-R и немножко покрутить их панораму и Velocity. Отлично, так будет интереснее. И с ними тоже делаем Quick Rendered Audio Clip. Все это перебрасываем. И, кстати, у нас тут еще есть пара сэмплов. Мы их тоже перебрасываем. Это наши символы. Без них никуда. Этот символ вот такой. Поэтому нам нужно основной удар его поставить по плейлисту правильно. Надрез. И ставим его на первое место. И вот сюда тоже ставим символ. Все, отлично. Мы замедляемся обратно до 92. И эти все сэмплы у нас слишком быстрые для этого. Поэтому мы включаем Stretch. Растягиваем их. Теперь с паттерном OpenHead проделаем то же самое. Потому что я забыл сделать это сразу. Стало в тысячу раз просто атмосфернее. Теперь нам нужно все это скинуть на наш микшер. В том числе наш басец. А, ну и не забываем про еще одну интересную штуку, которую я хочу сделать. Это на томе. Они сами по себе такие. То есть панорама у них не тронута. Снова идем это. Переносим это в отдельный паттерн. Снова ускоряемся до 140 ударов в минуту. Снова делаем Click Rendered Audio Clip. Снова переносим на наш плейлист. Снова замедляемся до 92 ударов вновь. Чтобы его снова растянуть. И получить такое звучание. Получилось супер атмосферно. Опять же, его тоже нужно скинуть на микшер. Теперь давайте это все обработаем. Займемся самым главным. Сэмплом. Нам нужно, чтобы он звучал красиво и правильно. Для этого нам нужно его максимально сильно испортить. Используем для этого Децимор с пресетом MPC60. Вот он. После этого вешаем RC20 Retro Color. Это тоже идеальный плагин для того, чтобы что-нибудь испортить. В общем-то, просто чуть-чуть убавим звук, шума. Отпилим чуть-чуть еще вверх. Можно добавить магнетика. Все. С этим далее идем. Снова ставим контрольный эквалайзер. Чтобы убедиться в том, что баса все равно очень дофига. И нам нужно его убрать, чтобы вместить сюда очень жирный басец. Который мы сейчас обработаем декапитатором. Чтобы получить мягкий-мягкий перегрузик. Вот да, вот да. После этого поставим Ozone и Major. Чтобы расширить наш бас. Делаем. Включаем Stereoize. Ставим bend на 205. Даже лишнего чуть убавим его. И теперь обработка вот этого. Это будет гораздо интереснее. Тут мы тоже все будем портить. Deci-more будем портить. MPC-60. Всем будем портить. Добавим спейса. Но немного. Вот так. Срежем еще больше верха. Расширим все это. Повесим параметрик с пресетом радио. И просто уменьшим его воздействие. Чтобы получить вот, например, такой звук. Теперь повесим сюда инквалайзер. Отпилим чуть-чуть низа. И нам еще понадобится здесь Half Time. Мы поработаем с ним позже. Пока просто повесим. На kick мы тоже повесим расширение. От Ozone. Вот так вот. Даже можно где-то с 300 с чем-то до примерно килогерца с чем-то. Включаем стереоайз. И видите, он шире сильно не стал. Басить меньше не стал. Но стал чуть приятнее. Естественно, добавим кика. Теперь на snare повесим ревер. Мой любимый пресет. Опять же, вы можете взять эти настройки, которые я кручу на экране. Либо просто открыть их в проекте. Неважно. Кстати, напоминаю. 2000 лайков. И проект будет в фабрике ВКонтакте. Не забываем. Если видос нравится, то ставим лайк. Поддержи меня, друг. Сюда мы тоже можем повесить чуть-чуть реверочка. Как и на вот этих это. Тоже. Но это не все. Мы сейчас сделаем еще одну очень крутую штуку. Смотрите. Мы отправим все наши хай-хеты на дополнительный посыл. В том числе и символ. В том числе и вот этот хай-хет. На этот дополнительный посыл мы повесим H-Delay. Делаем 1 четвертая. Включаем пинг-понг. Крутим хай-пас фильтр. То есть отрезаем побольше снизу. И чуть поменьше сверху. Также оставляем Dry-Wet 100% на Wet. Где-то 15% добавляем этого. Понимаете, что я сделал? Я подмешал дилей, который у нас берется от всех хай-хетов. Поскольку это сэнд-канал, то мы можем вот эти хеты, поскольку они очень быстрые и будут очень сильно мусорить, мы их убавим наполовину. А, например, символы наоборот добавим на этот сэнд, чтобы их на этом сэнде было больше, а просто закрытых хетов было меньше. Теперь мы берем этот кик и сделаем от кика сайдчейн на этот канал. Еще один вариант сделать сэнд-чейн. Правой кнопкой мышки жмем сюда сэнд-чейн 2D-стрек. Вешаем на него лимитер. Переключаем его в режим компрессора. Правой кнопкой мышки жмем сюда. BD2 это наш кик. Здесь будет написано название канала, с которого у вас есть посылы. Нам нужно выбрать кик. Крутим трэш-офф. То есть это громкость срабатывания. И добавляем рачу. То есть степень сжатия. Теперь нужно отрегулировать громкость и все будет практически готово. Если угарить еще сильнее, то можно повесить на общий канал ударных фрути-баланс и просто добавить немного громкости. И немножко убавить этот канал. Ну и срезать ему все-таки вверх. В смысле низ, я хотел сказать низ. И теперь пришло время расставить структуру. Давайте сделаем это. Кстати, можно еще нормализовать кик. Ну, стало тогда вот так. Вот так хорошо. Теперь мы идем на наш open head. Напоминаю, что у нас тут висел half-time. Выделяем какой-нибудь фрагментик. Жмем вот эту кнопку. Крутим крутилку на half-time. Делаем create automation clip. И делаем вот так вот. Теперь нужно немножко сделать какого-нибудь развития в структуре. Например, сделаем вот так. И получается вот такой трек. Перед тем, как мы его полностью послушаем, давайте накинем на мастер озон. Потому что куда на мастере без озона. И делаем стандартную совершенно для меня настройку. Здесь какой-нибудь там аналог динамик. Здесь enhanced space. Здесь поставим exciter. Выберем в нем gentle high end. Здесь поставим динамический эквалайзер. Эквалайзер простой берем. На динамическом эквалайзере поставим low end control. Расположим все вот в таком порядке. Вот это мы как обычно убавим. И просто настраиваем громкость на максимайзере. Мне кажется, что все хэты играют чужо жанковато. Вот open хэты можно добавить, а крыльку убавить. Мне нравится. Давайте слушать. По-моему, получилось очень даже неплохо. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот трек получился. По-моему, крайне атмосферно и очень похоже. Если вы со мной согласны, то можете поставить лайк под этим видео. Написать, на кого, естественно, еще можно сделать вот такой вот разбор. И просто сказать мне полезное видео, бесполезное. Что вам в этом видео понравилось, что вам в этом видео не понравилось. Я все комментарии читаю. Ставьте лайк, если видео было полезным, интересным. И вам интересно было его смотреть. Если было видео бесполезным, совершенно неинтересным, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. Как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс от А до Е. От набора сэмплов до готового бита подойдет в том числе и начинающим. Чтобы его заказать, напишите мне ссылка в описании. Чтобы узнать подробнее, тоже напишите мне ссылку в описании. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Он стоит 3290 рублей. Ну и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А если подписались, то шарахните по колокольчику со всего размаха, чтобы получать удавление всех моих видео. И, в общем-то, на этом все. Ставьте лайк, если было полезно. Посмотрите любое другое мое видео на канале. Я над всеми над ними стараюсь. И увидимся в следующем видео. Пока!